У нее лишь одна функция, и многие не используют ее по назначению. Большинство ей недовольны и хотели бы изменить. Ее размеры обозначаются буквами, и в России, по статистике, чаще всего встречается Б. Меня зовут Дарья Эдемиллер. Сегодня ближе к телу – грудь. Что общего у вставных зубов и силиконовой груди, как можно увеличить объем без операций, почему большой размер – это не всегда хорошо, и чем может быть полезно тату на груди – сегодня в выпуске. Речь пойдет о груди женской. У мужчин молочные железы тоже есть, но обычно в рудиментарном состоянии. Женская грудь – это жир, молочные железы и млечные протоки. Обычно левая грудь немного больше правой. А вообще размеры формы груди в основном зависят от генов. Кстати, унаследовать ген, отвечающий за грудь, можно от любого из родителей. Поначалу, когда училась в школе, как бы, да, я ходила, помню, к маме подходила, говорила – мама, что за фигня, почему у всех есть, у меня нет? Ну, как бы, если честно, я грустила по этому поводу очень долгое время, и я принимала себя, не знаю, я себя, наверное, только года три назад начала принимать и любить такой, какая есть, и поняла, что у меня все в порядке, у меня все красиво. Юлии 25 лет. Размер груди она унаследовала от мамы. Когда-то девушка пыталась найти все возможные способы увеличить объем бюста без операции. В интернете масса вариантов. Грудь увеличивается во время беременности, правда, на время. На ее форму может повлиять спорт, различные кремы, бобовая диета, а более заметным бюст станет, если держать осанку. Но пластические хирурги уверены, что действительно хорошо работает лишь один способ. Только фотошоп и великолепное белье. Все. Других вариантов нет. То есть можете все, что угодно сделать. Но других не существует вариантов. Были бы другие, мы бы не оперировали. Пару лет назад Юлия практически решилась лечь под нож, а потом взвесила все плюсы и минусы своих форм. Из минусов только сложности с выбором купальника. Плюсы можно бегать, не больно будет, можно спать в любой позе, как ты хочешь, ничего нигде не давит. Всегда можно найти одежду по размеру, как бы тоже это плюс. Ничего нигде не обвисает, как бы это тоже плюс. Нижнее белье всегда легко подбирается. Нижнее белье для Юлии действительно легко подобрать. Только вот предлагают для маленькой груди в основном бра с эффектом пуш-ап. Строжайшая табу всех мамологов. Когда приходят некоторые пациенты ко мне, я вижу безумие, когда они все нижние отделы груди сжимают этими косточками, да, пытаясь ее поднять наверх. Сдавливать ткани молочной железы белье, ну это нельзя. То есть не все современное белье, на мой взгляд, полезно. Поэтому подбор, выбор белья должен быть, ну, очень-очень аккуратным. Итак, первый шаг к подбору идеального белья. Определите свой размер. Для этого измерьте объем под грузью и по самым выступающим точкам груди в удобном бюстгальтере. Эти числа помогут выбрать белье в магазине. Второй шаг. Выберите варианты. Возьмите несколько размеров всех понравившихся моделей бюстгальтера. У каждого производителя свой размерный ряд, а у нас всех разная грудь. Универсального белья не бывает. Следующий шаг. Примерка. Пояс отвечает за поддержку груди. Идеально, если он сидит туго. Между спиной и поясом должны помещаться 4 пальца. Косточки полностью огибают грудь и лежат на ребрах. Перемычка, соединяющая чашки, плотно прилегает к грудине. А чашки не должны топорщиться и быть полупустыми. Следующий шаг. Тест движения. Бюстгальтер правильного размера движения не сковывает. Попробуйте наклониться или поднять руки. Если грудь выпадает из чашки, а пояс съезжает, размер не ваш. Но при этом идеальное белье не должно оставлять после себя следов. Финальный шаг. Оденьтесь. Зачастую недостатки белья видно именно под одеждой. Если лифт в одежде практически никак не дает о себе знать, выбор сделан верно. Во многих случаях и многим женщинам его нет необходимости вообще носить. Есть миф, что если ты не будешь ее держать бельем, то она опустится. Если молочная железа опустилась, никакое белье дальше уже ее не удержит. Если же она не того объема и ткани, у нее достаточно плотные, и с ней все хорошо, на нее белье иногда смысла нет тоже делать. То есть белье на сегодняшний день все-таки это белье, это декорация. Но для обладательниц внушительного размера бюста бюстгальтер – это необходимость. Эстетическая и удобная. Знакомьтесь, Ирина, она носит чашку К, то есть одиннадцатый размер. Для меня, как носителя данного достоинства двух высших образований, для меня красоты никакого не составляет, наоборот, это дискомфорт. Вот это со здоровьем болит спина, болят плечи, у меня на плечах ямы вот так от бюстгальтера. Это невозможно подорвать белье, то есть одеваемся я только в определенных сетях. Покупаю одежду я тоже верх большой, потом, если это блуза, я ее там ушиваю. Сейчас Ирина активно занимается спортом, уже скинула 10 килограммов, но бюст уходит медленно. Чтобы не мучиться от боли, кроме регулярных занятий в зале, Ирине нужна помощь специалиста. Ходим на массаж, постоянно, причем если курс массажа пропускается, я стараюсь ходить раз в полгода стабильно. Ну и там аппаратные я, конечно, хожу, всякие ЛПДЖИ, ролики, все. Потому что если пропустишь, все, кирдык. Ирина могла бы помочь мамопластика, пластическая операция груди. Бюст, который доставляет так много неудобств, это главное показание для уменьшения молочных желез. Но чаще клиентами пластического хирурга становятся молодые мамы. Ко мне это пришло тогда, когда после родов я начала восстанавливаться. И понимая то, что моя грудь уже потеряла вот эту вот упругость, она более стала неплотная. Меня это начало очень сильно пугать. Как-то я думала, блин, что же делать, как быть. И я поняла то, что мне без операции не обойтись. Марине 25. Еще 4 года назад у нее была неприметная двойка. Теперь третий с половиной размер. В сумме ее силиконовые импланты весят чуть меньше килограмма. В Барнауле новую грудь можно сделать примерно за 200 тысяч рублей. Импланты бывают разной формы, круглые или анатомические, в зависимости от конечной цели. Грудь увеличивают на всю жизнь. Ежегодно нужно приходить на осмотр. Ежегодно нужно проводить исследование капсулы, где находится имплант. То есть имплант, наш организм его отграничивает от себя в фиброзной капсулы. И он там себя прекрасно чувствует, но и материалы все равно, к сожалению, не могут гарантировать то, что он там пожизненно будет сохранить свои свойства. Случаи, когда имплант рвется или деформируется, действительно бывают. Но проблема решается просто – изъятием эндопротеза. Марина до сих пор по инерции соблюдает все рекомендации врача. Именно поэтому никаких проблем не возникает. У меня есть какая-то боязнь, допустим, спать на животе. Мне всегда кажется, вдруг там что-то придавится, будет как-то не так. Ну и, допустим, еще то, что в спорте тоже нужно более сидящий спорт. То, что нельзя вот эти всякие разные нагрузки, отжимания. То есть после операции я вообще перестала отжиматься, там всякие разные делать упражнения. Ну вот именно на грудь мышцы. Ну а так, в принципе, как и всегда, как и естественно натуральная грудь, как-то я… То есть как-то я уже забыла, даже если тесно, то, что я вообще ее делаю. Импланты возможно поставить тремя разными способами – через разрезы под грудью, в области подмышки и в области соска. Третий способ может повлиять на способность грудного вскармливания. Первые два лактации не помешают. Но даже, казалось бы, простая эстетическая операция может быть опасной. Ну, со страшного, скажу, то, что есть злокачественная пластическая лимфома – это опухоль капсулы, которая формируется на имплант. Зарегистрировано несколько случаев в мире, даже есть несколько летальных исходов на определенные, скажем так, виды имплантов, на которых это больше было. И это все возникает на очень поздних сроках, то есть это свыше 10 лет. К счастью, подобные заболевания встречаются крайне редко, по всему миру лишь несколько случаев. Гораздо чаще импланты не калечат, а помогают женщинам начать новую жизнь. Инна победила вторую стадию рака молочной железы. Три года назад женщине поставили онкологию. Инна говорит, что ее спасла поддержка Дарьи Донцовой. Она связалась с ней в Инстаграме. Первое, что она мне сказала, говорит, купи мою книгу, я очень хочу жить. Потом, когда я летала уже в Москву, у меня ее автографы, и ребенку она мне книжки подписывает. Мы общаемся очень хорошо. Ну просто это, я говорю, это Божье провидение, все это лечение, все терпимо. Нет такого какого-то, что тебе там вырывают глаз там или что-то. Все терпимо. Сложно очень психологически. Самое сложное, все эти физические вещи, это мелочь. А психологически сложно, как ты будешь, как ты. Я не смогла, то есть меня перевязывают, а я вот так не могу смотреть на себя. То есть я вот так на него смотрю, на доктора, вот так вот вверх глаза. Он говорит, ты посмотри. Я говорю, не могу. Вот говорю, когда я буду выписываться, через 21 день я посмотрю. Через 21 день Инна прошла курс химиотерапии и чуть не умерла от анафилактического шока. И только через два года восстановила одну грудь. Вторую чуть позже удалила для профилактики. Как актриса Анжелина Джали. Мы видим опухолевой узел в виде одного или двух сантиметра. Это уже будет у нас верхушка айсберга. А то, что внизу, ну, может 5-10 лет пройти, когда она развивается от одной клетки. Ну, от одной клетки, к сожалению, пока мы еще не можем диагностировать. Только в этом случае оценивать риски какие-то. Предотвращение рака молочной железы невозможно, на мой взгляд. То есть профилактику какую-то его провести бессмысленно. То есть он все равно может возникнуть. Здоровая эта ткань молочной железы, нездоровая. Есть фиброзная мастопатия или есть какие-то дисгормональные заболевания. Ну, то есть мы не можем ни в коем случае предугадать появление этой опухоли. Рак груди – самое распространенное онкологическое заболевание. В прошлом году этот диагноз поставили более чем тысячи женщинам в регионе. Под угрозой любой размер и возраст. Но в среднем по краю рак груди чаще ставят 62 года. К счастью, если поймать болезнь вовремя, на ранних стадиях. Ее можно вылечить. Боль не всегда бывает частым таким тревожным сигналом, когда мы можем выявить злокачественное заболевание. Сама пациентка может всегда его выявить. Как правило, это бывает просто в виде какие-то уплотнения, которые совершенно никак не беспокоят. Может быть деформация кожи, особенно на нижних склонах молочной железы, покраснение, выделение соска и увеличенные региональные лимфоузлы, то есть подмышечные лимфоузлы. К сожалению, победа над онкологией – это еще не конец пути. После того, как женщине удалили пораженный болезнью орган, восстановить объем можно только с помощью пластической операции. Существует два типа восстановительных операций. Первый тип – это более, скажем так, старые технологии, но они существуют и до сих пор. Это восстановление собственными тканями. То есть это когда пересаживаются взамен потерянных тканей молочной железы, собственные ткани, то есть кожно-жировые лоскуты, либо свободные, либо сопряженные с мышцами на ножках. Но это достаточно травматичная операция, не всем они возможны по выполнению, потому что понятно, что требуется определенный объем мягких тканей. Но технически просто некоторым это просто невозможно сделать. Другой способ – силиконовые импланты. Но даже они не способны вернуть назад сосок, его цвет. Хирурги могут лишь восстановить форму. Им на помощь приходят мастера художественной татуировки. Они возвращают победившим рак молочной железы ареолярный комплекс. Кстати, не бывает двух женщин с одинаковыми сосками. У каждой они как отпечатки пальца. Вот сейчас третий раз коррекция будет, она еще там очень красивая. И тот сосок, который прооперирован здоровой груди, в связи с деформирован, и тот, который совершенно неотличима. Как говорит у меня муж, говорит, я не знаю, где что, какое, в какой стороне. Говорит, зачем тебе знать, то есть все нормально. Но он очень доволен. Я, во-первых, я довольна. Ее эмоции были непередаваемы. Она говорила, что я теперь не стесняюсь в бассейне раздеться, я не прячусь где-то в душе, боясь шокировать окружающих. Эта женщина не придает уверенности. Не обязательно нужно перенести какую-то операцию пластическую, чтобы обращаться за художественной татуировкой реолярного комплекса. Это может быть просто маленькая револа от природы. И женщина хочет ее сделать побольше. Либо бледная, ей хочется ее сделать поярче. Бытует мнение, что силу женской привлекательности можно измерить сантиметром в районе бюста. Однако психологи утверждают, что этот способ давно устарел, и продвинутые девушки теперь измеряют ее объемом самооценки. Чем больше уверенность в себе, тем меньше волнует тебя чье-то мнение. Ведь если судить по моей чашке, то я среднестатистическая серая мышка, но по личному ощущению, ваше сиятельство. Меня зовут Дарья Светаиды Миллер, и сегодня ближе к телу была царская грудь. Увидимся! Дарья Светаиды Миллер Мы уже рассказывали вам об услуге перманентного макияжа, цель которой преобразить лицо. Сегодня нам хотелось бы поговорить об исключительных возможностях использовать наш метод перманентный макияж, наши пигменты, наше оборудование в работе с рубцовой тканью. К нам в студию обращаются не только женщины, но и мужчины после аварии, после травм, после хирургических вмешательств и также после эстетических операций. Появившись однажды, рубцы располагаются на открытых участках тела и на лице и остаются с нами на всю жизнь, доставляя немало неудобств. Наши любимые клиенты, знайте, закамуфлировать, закрасить рубцовую ткань возможно. Этот способ мы назвали эстетическая татуировка, и мы ждем вас в нашу студию за подробной консультацией. Ривер – ведущий медицинский центр персонализированной медицины с осознанным подходом в управлении здоровьем и красотой. Высокая компетенция специалистов, внушительная терапевтическая база, новейшее оборудование является гарантией грамотных медицинских решений. Тандем врача-превентолога с эндокринологом, неврологом, онкологом, флебологом формирует программу торможения возрастных изменений с минимизацией риска болезней в будущем. Широкий спектр новейших методик в области эстетической косметологии и пластической хирургии с современными реабилитационными алгоритмами поможет добиться максимально естественных и стойких результатов в поддержании внешней привлекательности. Ривер – медицина для качественной, активной жизни без возрастных лимитов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...